Добрый день, братья и сестры. Если система образования плохая, народ ждет деградации. При технологическом высоком уровне современной цивилизации не будет достаточного количества физиков и математиков для эксплуатации существующих, например, ядерных или других высокотехнологичных и опасных объектов. Не будет кому сесть за штурвал пилотируемого самолета, гражданского или военного. То есть современная цивилизация вообще не терпит дураков. Она требует от человека быть образованным. Это в техническом смысле. А в гуманитарном смысле отсутствие гуманитарного образования на должном уровне, оно ничем не восполняется и ведет к цивилизационному краху и исчезновению целых народовой цивилизации. Крутись, не крутись, верь, не верь, как бы так оно и происходит. Кстати, наши заклятые друзья, они именно в гуманитарную сферу направляют свое жало для того, чтобы там мозги поменять человеку, чтобы вот эта гендерная повестка туда вошла, значит, это гипертрофированное чувство собственного достоинства, там борьба за женское равноправие, там борьба за пушных зверей, которые, чтобы они не превращались в воротники. Вот эта вся гуманитарная такая псевдо-повестка, как бы она имеет одну очень серьезную цель, как бы это загадить мозги и уничтожить изнутри человека. Так вот, образование – это вопрос стратегической безопасности на роду с питанием, демографией и духовно-информационной защищенностью населения. У нас есть такое ЕГЭ пресловутое, у кого есть дети, которые сдавали этот единый государственный экзамен, те знают, какая это головомойка для ребенка, какой это вообще стресс. Приготовление к ЕГЭ, эти, значит, пробные экзамены, эти обыски, значит, эти металлодетекторы, там эти все, этот запрет, значит, выйти водички попить, там эти обмороки, значит, такое. И это загрузка головы в нетворческий способ, необходимостью запоминать, запоминать, запоминать. Ну, кроссвордное мышление, то есть надо угадывать и запоминать, запоминать и угадывать. Как бы не воспитывается творец, свободно оперирующий с некой суммой знаний, воспитывается, как бы робот, который, значит, три копейки дали, дал, значит, воду с сиропом, как бы дали копейку, дал воду без сиропа. Ты мне, я тебе. Такое кроссвордное мышление об этом. Говорили учителя. Ну что такое учитель сегодняшний? Это задыхающийся от бумаг, получающий маленькие деньги, униженный человек, являющийся, в принципе, самым главным человеком в государстве, но лишённый этого статуса по целому ряду исторических, объективных, субъективных причин. Глава следкома Бастрыкин говорил, что нужно это дело, это ИГС, завязывать, потому что мы издеваемся над детьми. И предложил вернуться к советской системе образования. Его поддержал вице-спикер Госдумы от партии, представитель партии «Единая Россия» Пётр Толстой, который сказал, что всё прекрасно, только нужно возвращаться не к советской системе, а к российской системе, к царскому образованию. Там в математике, в чистописании был такой предмет, чистописание. Есть вообще много предметов, которые мы не нюхали, позабывали. Были предметами такой верификации, версификации. То есть люди учились писать стихи, они не становились поэтами, но у них выстраивался эстетический вкус, умение мыслить, и это всё вместе давало человеку мощный заряд гуманитарного образования. Но нужно ещё отдать честь человеку, которому трудно честь отдавать, но приходится, потому что надо признавать заслуги людей, кем бы они ни были. Иосиф Священный Сталин, реформируя советскую систему образования, реформил её, в общем-то, по образцам царской системы образования, за исключением закона Божьего. Вот этого не было. Остальное, в принципе, он всё возвращал. И форму школьникам пытался, и раздельное обучение мальчиков и девочек, и вот эти самые фундаментальные науки заложить, русскую речь правильную, русскую литературу, чистописание, математические знания базовые, значит, это то, что выстраивает внутреннего человека. Мы приходим к этому, дай Бог, мы, так сказать, увидим это собственными глазами. Глаза мои, а не глаза другого. Как говорил праведный Ио, увидит это. Он говорил о Мессии, об Искупителе, а мы говорим сейчас, перепразируя Ио, о изменениях в образовании. Ну да, обрушившийся вал информационного человека, он также в информационном обществе, он отбивает все последнее желание учиться, и самотворческие способности убивают человека. Это уже проанализировано, исследовано, только ВОЗ, правда, и ныне там стоит. Кроме того, еще есть одна проблема. Если мы, например, хорошо выучим человека, но дальше он со своими знаниями будет не востребован в собственной стране, молодой химик, например, молодой инженер, молодой дизайнер, то, по сути, мы воспитали человека, специалиста для другой страны. Его с руками возьмут в Японию, Германию, Америку, Австралию, Канаду, Италию, и получится, что мы опять теряем людей, потому что на каком-то этапе мы достигаем образовательного успеха, а дальше мы не встраиваем человека в инфраструктуру, принесение пользы обществу, он нереализованный, специалист, он, конечно, пойдет туда, где он нужен, там, где он предложит зарплату и работу по профессии. Поэтому здесь проблемы очень много, значит, но надо решать их, безусловно, и мы слышим голоса сверху, не с улицы, а из кабинетов, серьезных кабинетов, о том, что образование – это одна из самых важных, как и медицина, вещей в любом государстве. Так что, может быть, наши дети вздохнут от ЕГЭ не сразу, это ломать не строить, но быстро это делать нельзя. Это нужно опять думать, это надо опять, значит, мягко переходить от одного к другому, нужно, чтобы специалисты консультировались, к какой именно системе переходить. Но, безусловно, царское образование, реально техническое и гуманитарное, и юридическое, и филологическое, и все, что было, значит, только потом благополучно забыто и частично только воскрешено – это, мне кажется, маяк подражания и возможность попытки, и независимость университета, и студенческие братства, и многое другое. То, что было в ведущих университетах страны, в Московском, Казанском, Петербургском, это, конечно, требует серьезного изучения, потому что, да, мы реально теряем мозги, а безмозглый народ нацию из себя создать не может. Он, так сказать, размывается, исчезает, и это неизбежно. Так что в колокола бьют и в этой области, чему мы рады. Господь да поможет правильное решение найти и имплементировать. До свидания.